Друзья, всем приветики! Я сейчас собираюсь по таким неприятным делам, скажем так, не люблю я такие дела, вот связываться с властьимущими. Властьимущие для меня это те люди, которые владеют интернетами, владеют телефонией, какими-то ЖК-услугами, потому что всё время для меня поговорить с такими людьми – это стресс. Суть в том, значит, что у нас дома есть интернет, но он очень медленный. В Турции вообще достаточно дорогой медленный интернет. Этот интернет был ещё у мужа, когда он был неженат, и он жил с мамой. Этот интернет на маминое имя, и он просто перевёл его вот в нашу квартиру, где мы сейчас живём. И, соответственно, мы хотим отказаться от этого интернета, потому что цена этого интернета 120 турецких лир стала, подняли цену, было 100 или было 90, по-моему, сейчас стало 120. Но дело не в этом, можно заплатить эти деньги, если ты знаешь, за что ты платишь. Но если ты платишь за минимальную скорость, чтобы вы понимали, я гружу где-то 10-15-минутное видео на протяжении 2-3 часов. Это очень много. В Москве я гружу такое видео за полчаса примерно. Полчаса это максимум. И, естественно, меня это не устраивает, его это не устраивает. У нас половина каналов, туда ещё входят и телевизионные каналы, и половина каналов закрыты в том числе. Поэтому я в таком, знаете, сейчас небольшом стрессе, мне нужно встретиться с мамой, с турецкой. Она говорит, что она в этом ничего не понимает. Ну, поскольку на её имя оформлено, она такая женщина достаточно робкая, я боюсь просто, что ей не удастся справиться с этой проблемой. А у меня другая проблема, я боюсь, что я не смогу справиться с турецким, с техническим турецким. Вот мы как сладкая парочка, один не может говорить, а другой ничего не понимает. Ну, ничего, я думаю, что мы справимся. Я, если что, позвоню мужу, он там им наваляет люлей, как говорится. Извините за мой жаргон. Фу, вот у меня прям сердце, знаете, стучит. Потому что я знаю, сейчас начнётся такая история, заплатите штраф, если вы хотите прерывать контракт. Хотя контракт у нас уже кончился, то есть он кончается каждые там сколько-то лет. Нет, если вы хотите заранее прерывать, они просят платить 500 лир. 500 лир. Ну, знаете, шишем на постном масле. Я думаю, что сейчас они опять придерутся к чему-нибудь, захотят каких-нибудь денег, я уверена. И я хочу вам сказать, что если я окажусь не в сети какое-то время, это значит, что у меня просто вот перебой с интернетом. Время на отказ и время на то, чтобы присоединиться к новой компании, оно займёт какое-то время, да, это время нужно. Поэтому вдруг, если я пропаду, и может быть, вы это видео, кстати, увидите после того, как я пропала уже спустя какое-то время, ну, я считаю своим долгом вас предупредить. Я уже на самом деле опоздала. И, кстати, ну как я опоздала? Не то, чтобы опоздала, мама дома, она выйдет тогда, когда я ей позвоню. Дело в том, что там бывают обеды в таких организациях, очень часто бывают обеды. Поэтому, исходя из этого, нужно туда идти. Так, что я вам хотела показать? Я же парфюмоманьяк, и вы у меня парфюмоманьяки многие, поэтому покажу вам парфюм, которым я сегодня воспользовалась. Tommy Hilfiger – это парфюм не люкс класса считается. Он считается классом чуть пониже, но по качеству, по аромату и по стойкости он конкурирует с люксом, зато цена у него далеко не люксовая. Знаете, если вы хотите быть лёгкой, воздушной, джинсовой, ненавязчивой, и даже немножечко офисной, он очень подойдёт вам. Такой вот Tommy Hilfiger. Я бы не сказала, что он прям для гёл-гёл, для девочек-девочек. Ну, понятное дело, что не для мальчиков, хотя, мне кажется, у парфюмов нет пола часто. Всё зависит от того, что вам нравится. Почему он подойдёт и таким немолодым нимфам, немолодым летящим девочкам. И продолжаю тестировать, уже давным-давно тестируют тушь Aleph Extreme Essence. Я думаю, что за такую цену, за 20-ку, такая тушь прикажет долго жить, через 2 недели. Но нет, она не сохнет, и с каждым днём становится всё лучше. Уже прошло месяца 2, наверное, и ресницы у меня огромные от неё, большие. То есть, у меня как бы с ресницами особых проблем нет. У меня ресницы, может быть, не короткие, но они у меня хаотично растут, зигзагом в разные стороны. Поэтому оценить качество моих ресниц достаточно сложно. И что я вам хочу сказать. Волосы после вот этого шампуня Love Beauty Planet, ну, как-то вот так он называется, на второй день выглядят чище, чем после шампуня с силиконами. Я пришла на шампунь и кондиционер без силиконов, без парабенов, без всякой химии. Так вот, волосы гораздо легче. Силиконов нужно избавляться. Всё-таки мои волосы силиконов утяжеляют. Всё зависит от типа волос. Многим волосам это идёт на пользу. Но мои волосы от силиконов очень быстро грязняются. В общем, вышли мы из Турк-Телеком. Здесь такая кошечка хорошенькая у них живёт. Внутри, кстати, они её внутрь пускают. В общем, отпустила я маму домой. Сама сейчас пойду пошляюсь немного. Это не проблема. Отменить интернет, как выяснилось. Но если у кого-то рассеянность, как у меня. Я взяла модем, взяла коробку от телевизора. Но я не взяла всякие прибамбасы типа зарядки, адаптера и коробки. Вот, поэтому наша процедура прошла неуспешно. И всё это мы повторим после... Всё не пятницы, да? Всё повторим после выходных. Куда я иду? Иду пошляться, иду погулять. Я иду сейчас, наверное, в Гроссере или в Мегрос, что попадётся по дороге. И... Мне нужно купить кошачий корм. Это важно. Я ужасно проголодалась после этого Тюрк-телекома. Сейчас ещё место, где что-нибудь перекусить. Старбаксы зашла. Не было вообще ни одного свободного стола. Ни одного. Сегодня, кстати, отличная погода. Витруган был сильный с утра. А вчера... Весь день шёл очень сильный дождь. Но ветер принёс нам солнышко. И тепло. Всё, уже погода повернулась на весну. Поэтому... Скоро придётся доставать, я думаю, летние шмотки. Я ищу кофейню, кофейню. Не ищу, точнее, я к ней иду по направлению. Мне прямо вот где-то сесть и есть, наверное, не хочется. Но перекусить что-нибудь прикольное можно. Это тачка. Она здесь постоянно стоит в бриллиантах. Нашла свободный столик. Но он, видите, какой неудобный. У меня столик ниже моих коленок получился. Жду свой бутерброд, здоровый сэндвич и кофе. Я без кофе не могу, умираю. Сегодня выпила только одну чашку. Съела сырники с утра. Очень хочу есть. Я тут, значит, сижу, как дура. А выяснилось, что есть второй этаж. Наверное, в Старбаксе был второй этаж, о котором я не знала. Все сидят на улице, греются, как ящерицы под солнцем. Ну вот, оказывается, есть второй этаж. Сижу в гордом одиночестве, чтобы вы понимали. Мама со мной сидеть не захотела. У нее дела. Она побежала домой. А я вот сижу в гордом одиночестве. Кофе пришел, а сэндвич еще не пришел. Кстати, вот эта ложечка очень вкусная, шоколадная. Еще куриберем. Ничего себе он огромный. Я как-то не ожидала, что будет так. Ну ладно. Буду есть. Что делать? Я сделала это. И чувствую себя прекрасно. Ну почти все я съела. Хлеб не смогла доесть. Когда вы в Турции едите что-то, вам дают в кафе вот такой вот чек. Он без суммы. Но здесь указано наименование, что вы ели. Вы идете и заказываете, что я плачу. Чаще здесь идут сами. То есть не просто принес. Можно, конечно, попросить принести чек, но чаще... Но чаще это делают сами посетители. Пойду сейчас прогуляюсь по вот этому парку. Я вчера совсем не ходила. И позавчера совсем не ходила. Знаете, могу вам сказать по поводу этого сэндвича, что он не был очень вкусный. Но он был очень здоровый. Здоровый во всех смыслах. Он был большой. И там был огромный просто кусок цельнозернового хлеба, курицы. Майонеза не было. Был салат и помидоры. Но вы знаете, я же не люблю здоровую пищу. Калорийная, но здоровая пища. Это не для меня. Я лучше съем что-нибудь неполезное. Кстати, смотрите на мои ботинки. Мне их подрала кошка. Они в таких мелких царапинах, если видно. Не знаю, видно или нет. Но мне кажется, что это их не портит. А даже, знаете, как украшает. Вот смотрите, какая милота. Вот это же милота. Когда родители были здесь, они всегда удивлялись тому, что в будний день, ну сегодня пятница, то есть как бы еще рабочее время, везде полно народу. В Старбаксе мест нет. В парке полно народу, видите. И это далеко не пенсионеры. То есть молодежь. Ну хотя сейчас школьные каникулы, в принципе, нет. Но вот парень молодой гуляет. То есть везде много народу. И мне мама удивлялась, говорила, что как же так? Неужели здесь никто не работает? Ну вот, когда я первый раз приехала сюда, у меня было точно такое же ощущение. Мало того, что все дома. Кому не зайди там, к тете, к дяде, все дома. Я всегда думала, ну как же люди живут? Ну вот живут как-то очень даже неплохо. У всех, наверное, какие-то свои графики работы. Почему здесь все огородили? Кошки. Почему здесь все огородили? Может, будут цветы сажать? Или здесь, знаете, произошло преступление какое-нибудь, не дай бог. Вот эти кормушки уже убирают постепенно. То есть вы кидаете пластиковую бутылку и высыпается корм на собачки и кошечки. Знаете, мотивация так себе. Не все любят собак и кошек. Ити набросали хлеба. Это фигни. В большинстве районов эти кормушки уже убрали и ставят просто чашечки. Главное, мотаясь сейчас по городу, не забыть купить мне кошачий корм. Не мне, а кошке моей кошачий корм. А то я могу, знаете, поехать зачем-то, а то, что надо было купить, не купить никогда. Знаете, я помню, как меня пугали в группах, в русско-турецких, на форумах. О том, что одной женщине ходить нельзя, тем более по Адане. А уж тем более съесть и поесть, съесть сэндвич, попить кофе. Это вообще ужасный айб. И полиция нравов тебя заберет и посадит в тюрьму. Мне так смешно сейчас это вспоминать. Как меня накручивали, как я всего боялась и как все оказалось совершенно не так. Поэтому кто там вас пугает мифами о Турции, о том, что вас заберут в горе, вы будете там четвертой женой чистить картошку. Ну, вероятно, такое может быть где-нибудь высоко во в горах. И то вряд ли, и то вряд ли. Если у вас нет официального брака, а только религиозный, вас с этим даже поздравлять никто не будет. И, кстати, запрещено законом совершать религиозный брак, не имея официального. Вот такая есть вещь. Ну, конечно, если очень надо, то можно найти того имама, который вам это осуществит. Но, о, смотрите. Вот от этого надо держаться подальше. Потому что птицы, особенно голуби, они разносики всяческих заболеваний. Мои любимые цветочки. Надо бы их, кстати, купить. Так, гроссери я нашла, наконец-то. Посмотрим, что у нас тут для котиков продают. Так, у меня кошка в последнее время ничего не хочет есть. Тредлайн она не ест. Пролайн она не ест. Пурина, ну, может быть, купли-пурина. Я знаю, что нельзя менять корм. Вы сейчас скажете, так нельзя делать. Я меняю, все хорошо. Мне кажется, что это все из одной, извините, бочки наливаются, все эти сухари. Так, вот для стерильных кошек возьму. И возьму один фрискес. Кому интересно цены, вот, в такую маленькую упаковочку. 10.45, если у вас есть карта гроссери. Если нет, то 13.90. Значит, жидкое мыло тоже моя любовь. Можно купить маленькую баночку. Это Доланда олив неплохой, мне очень нравится. И можно купить вот такую бадью. Но, естественно, мне кажется, что аромат будет, наверное, не тот. То есть, какое-то там утонченное мыло, очень вкусное. Наверное, не продают в таких вот штуках. И это же надоест, да? Это, наверное, нужно тем, кто в ресторане работает. Или в каком-то учреждении. Это мыло считается таким приятным очень, неплохим. Но вот в бадьях она тоже продается. Но не в таких, конечно же. В таких вот поменьше. Объясните мне, за счет чего существует магазин «Минетон». В нем никогда нет никого. Он здесь уже существует годами. В России у нас тоже в Коламбусе «Минетон» есть. И не могу сказать, что прям люди очень рвутся там что-то покупать. Он был раньше очень модный, когда только появился лет 20 назад. Там были качественные вещи. Сейчас, ну, не знаю, есть альтернативы, мне кажется. Я с кормом и с модемами. Шляюсь по городу. Иду, значит, по своему старому маршруту на вокзал. На вокзале сяду я на автобус и поеду в свою деревню, в свой колхоз. Нагулялась. Сейчас стало холодать. Уши продувает. Вечереет, солнышко заходит. Покажу вам сейчас елку или не покажу. А, я уже прошла вокзал. Остановка вон там. Не знаю, остановка. Елка у нас до сих пор стоит, кстати. И в торговых центрах елки стоят. И дома у меня маленькая елочка стоит. В общем, до 8 марта будет стоять, я думаю. Так, значит, афиша шока. Что привлекло мое внимание? Мне понравились вот эти вот баночки для йогурта. То есть можно с собой брать йогурт. Замешивать с фруктами, с вареньем. Прикольно. Но они, правда, пластиковые. Я не уверена. Это когда у нас будет с 1 по 4 февраля. Все, больше ничего интересного нет. Значит, А101 после Якобс. Когда будет 6 февраля? Если они заходят в БИН, заходите обязательно, следите за акциями, потому что Airpods за 849 в Теле. Хорошая цена. Но мы уже с этим пролетели 31 января. Подожди, 31 января уже наступило? Наступило. По-моему. Я вот думаю, когда молодой человек, очень молодой человек уступает место в автобусе вам, это значит, что вы безнадежно устарели? Или это элемент ухаживания? Мне просто интересно. В Турции уступают места чаще. Ну, у нас в городе чаще уступают, чем в России, например. У нас все спят обычно в России. Здесь уже тоже тенденция пошла к тому, чтобы спать. И вот я думаю, это хорошо или плохо. Я, в принципе, могу постоять. Мне недолго ехать. Мне не нужно, чтобы мне уступали место. Но вот тем не менее. Я себе купила предверный, как это говорится, коврик. У меня свой какой-то, какой-то никчемный, какой-то странный. Ну, вот увидела и решила взять в Биме продаются коврики за 6 лир всего лишь, если вам это интересно. Я даже таких цен, мне кажется, не встречала лет 5 уже, чтобы коврик за 50 рублей продавался. Такие деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова